В семье Фёдоровых пятеро детей. Уже пять лет они стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Сейчас они все живут в небольшой квартире и только планируют построить просторный дом на участке, который не так давно получили, как многодетные от администрации муниципалитета. На приём к заместителю главы Альберту Гравину они пришли с несколькими вопросами. Главный, как продвигается их очередь на муниципальное жильё. Пока они 251-е. Ответ семью порадовал. В прошлый год, 18-й, то есть фактически за половинку года, отработали порядка 50 учётных дел. В настоящий момент, на 19-й год, мы взяли на себя обязательства очень амбициозные отработать больше 100 учётных дел очередников. Второй вопрос касался участка. Сейчас постройки дома на нём мешают деревья, на вырубку которых у семьи нет средств. Ирот Александрович сразу понял наш вопрос, вник в него, обещал помочь. Мы верим, что он нам поможет. В принципе, приёмом довольны. Ждём результат. Ветеран Нина Никитичина Новосельцева в общественную приёмную обратилась впервые. Она пожаловалась на трудную жизненную ситуацию. Маленькая пенсия не позволяет ей приобрести лекарства, которые пенсионерке необходимо принимать. У нас на территории городского поселения предусмотрена материальная помощь в размере 5000 рублей. Наша секретарь Единая Россия Владимировна возьмёт этот вопрос на личный контроль. И мы сегодня же тоже откажем ей материальную помощь, я думаю, тоже в размере 5000 рублей. Уже, собственно говоря, живы не гамины в квартире. Но, увы, не все вопросы можно решить так просто. Жители коттеджа в микрорайоне Центральной 32 уже три года судятся с застройщиком и местным ТСЖ. Квартплату им считают как для многоквартирного дома, исходя из количества квадратных метров. И при этом весь текущий ремонт жильцам приходится делать на свои средства. У меня получается просто так, 17 тысяч платёж с квадратного метра, не считая воды, света, который, говорит, это ещё плюсом. Приравняли к многоквартирному дому, они не имеют права. Их даже вот от жилищной инспекции, она их проверить не может. Мы обращались в эту жилищную инспекцию несколько раз. Они нам дают такой ответ. Вы не являетесь многоквартирным домом, и мы не имеем права проверить это ТСЖ. Ситуация осложняется тем, что дорога, под которой проходят все коммуникации, сейчас юридически ни за кем не закреплена. Жители хотят, чтобы её принял на баланс город, но ТСЖ против. Позиции администрации я вам даю. Сейчас дело находится в суде. Мы будем выступать за то, чтобы эту землю вернуть в собственность администрации для Ленинского муниципального района. Все поднятые вопросы Альберт Гравин взял под личный контроль и обещал помочь. Екатерина Борисова, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ.